Всем огромный привет! Несмотря на то, что сегодня пасмурно, идут дожди и вообще света никакого, но мне все равно хочется с вами пообщаться и показать свои или поговорить вообще о дизайнерах, которые создают свои вышивки, об авторских схемах и об авторских дизайнах. Честно говоря, я совсем недавно познакомилась с авторскими дизайнами. Вот вы сейчас видите эту схему для вышивки крестом коктейли, которую я уже демонстрировала в видео с выставки Magic Stitch. Я покупала там схему. К этой схеме я покупала два паспарту, вот этих паспарту. И еще я покупала набор, но сейчас у меня его нет, у меня сейчас на даче. Будет ждать часа. Я его туда взяла, думаю, мало ли, может быть, мне захочется отшить. Опять же, я дам ссылку на видео с выставки Magic Stitch и те, кому любопытно, могут посмотреть и тот дизайн. В данном случае эта схема, это дизайнер Натальи Черепанова. Мне кажется, что это девочки, которые составляют картин дизайнеров. У них прямо так и назывался стенд на выставке. Вот, очень много было просто, ну, сногсшибательных схем. Все просто хочется купить. Они показывали отшивы. Не так уж много было наборов, где они комплектуют и ниточками, и схемой, и материалом, и иголочкой. Ну, как обычный набор, как бы, наверное, не знаю, почему они так много наборов не привезли. Вот, я предпочитаю покупать наборы, потому что, ну, как-то мне хочется сразу, чтобы все было в наличии, сел и вышиваешь. И не нужно заморачиваться на подбор ниточек, на поиск ниточек, если вдруг у тебя нет чего-то. Вот, поскольку я коллекции ниток не собираю вообще никаких, поэтому для меня это проблематично. То есть, всегда встает вопрос о том, что нужно что-то докупить. Поэтому я предпочитаю наборы. Если мне нравится схема, то, как бы, набор это идеальный, для меня идеальный продукт. Купила и отшиваю. Вот, но, кроме вот этих схем, вот этой схемы и набора, которые уже у меня есть, я сегодня получила долгожданную свою посылочку из славного города Киева от дизайнера «Милый вождь». Я заказала у нее вот такие вот наборчики. Сейчас покажу все по очереди. Это по поводу... Боже, как все освещивает. Хоть что-нибудь видно? Да, вот бы знать. Вот так, наверное. Это по поводу моей любви к гусям. Я тоже в последнее время все чаще и чаще присматриваюсь именно к этим птицам. У меня даже есть ткань очень симпатичная с гусями. И мне хочется ее куда-то пристроить. Но пока нет такого дизайна, который бы смог сочетнуться с этой тканью. Поэтому пока удовлетворяю свое пристрастие к гусям вот в этом виде. Слава Богу, что они стали... По-моему, это «Милый вождь». И вторую девочку зовут Екатерина Графенко, если я не ошибаюсь. И если я правильно произношу фамилии. Я тоже дам ссылочку. Если вас заинтересует, вы можете посмотреть. Значит, во-первых, это набор печеньки. А может печеньки? Нет, не печеньки. Печеньки. Это уж как-то звучит по-маньячески. Печеньки. Это небольшой дизайн. В итоге вышивка должна получиться размером 54 на 81 крестик. Сейчас покажу, что здесь находится. Здесь находится кусочек мурана. Вот такой маленький. В принципе, это небольшая. Ну вот, буквально я могу охватить рукой самую длинную часть. Далее здесь, естественно, там внутри схема. Я вскрыла этот наборчик. По-моему, этот я вскрывала. Какой-то один из них я вскрыла, чтобы посмотреть вообще качество и полиграфию и т.д. и т.п. Немножко меня смутило, что значки, например, черно-белые, а в ключе они цветные. Но все равно там есть обозначения, по которым их нужно различить. Допустим, там, я не знаю, сердечко, еще что-то, крестик и т.д. Здесь все ниточки, которые будут необходимы. Как я поняла, на сайте у девочек указано, что в данном случае это ниточки роял. Вот попробую, что за ниточки. Когда я их вынимала и щупала, то мне показалось, что они гораздо мягче DMC и махрятся побольше. То есть они такие пушистые. И здесь написаны номера DMC, ниточек DMC, которые соответствуют этим. Значит, я такой небольшой триптих взяла. Мне кажется, что это триптих. Хотя, я не знаю, можно ли будет их оформить все одинаково. Сейчас вы поймете, почему. Но все равно, но это так классно. Такая хозяюшка, гусынюшка с печенюшками. Конечно же, ей нужна пара. И у меня очередной букет морковки. Что-то с букетами мне везет. То зайц, у меня с букетом морковки, то теперь вот такой классный дядька. У него выражение рожицы прям вообще суперское. Такой радостный. Здесь то же самое практически, да. Здесь такой же кусочек мурана от фирмы Цвайгард. Вот они иголочку тоже прикрепили сюда. И соответствующие ниточки. Опять же, повторюсь, ниточки не DMC. Но если захочется заменить вдруг, я буду вышивать именно этими. Ничего заменять не буду. Но если вдруг захочется вышить еще один сюжет, можно будет всегда подобрать по ключу. В данном случае они позаботились. И последний, второй, нет, третий. Третий набор. Это Five O'Clock. Пятичасовой чай. Вот он так называется. И здесь такая степенная парочка гусей. Ну, степенная. Я даже не могу теперь сказать, что она степенная. Потому что я вижу, что она кричит на него. Какой кошмар. Вот, а он что-то голову понурил. Вот. Но в любом случае, эта парочка меня тоже заинтересовала. У Милы еще есть три дизайна новогодних с гусями. Ну, тоже просто шикарнейшие. Я подумываю о том, чтобы и их тоже прикупить. Здесь уже вышивка будет побольше. 106 на 117 крестиков. И здесь посмотрите, какая тканюшка. Это, опять же, мурана. Но только такого мятного цвета. Ну, попробую вот эти ниточки роял. Посмотрим, как они себя будут вести. Может быть, они в моих руках будут ложиться очень хорошо. И не будут совсем линять. И прочее, и прочее. Ну, я, конечно, надеюсь, что это будет идеальный вариант. Вот. Вот такие наборы. К сожалению, по авторским схемам... Что-то я вверх ногами все пытаюсь повернуть. По авторским схемам я почему говорю, что это криптих? Потому что я, может быть, вот так вот это буду оформлять. Вот так. Две маленькие. А по середочке будет большая картинка. Но, в любом случае, мне так очень хочется. Отсвечивает все просто ужасно. Я прошу прощения. К сожалению, повторюсь, да, что я не вышивала еще по авторским схемам никакие дизайны. Но вот у меня уже какая-никакая собирается коллекция. Я обязательно их буду отшивать. И, естественно, своими впечатлениями поделюсь с вами попозже. После отшива. Я дам ссылочку. Вы сможете посмотреть, какие другие наборы тоже есть в продаже. И просто схемы. Нравится ли вам вообще отшивать по авторским схемам. Мне будет очень интересно узнать. И я, как всегда, желаю всем прекрасного рукодельного настроения. Всем до новых видео. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok